Девушки отдыхают Более 500 миллионов человек. Видимо, остальным 6 миллиардам по замыслу авторов нет места на Земле. Никто не знает, на чьи деньги построено сооружение. Все держится в строжайшем секрете. Но многие исследователи не исключают, что строительство спонсировали представители финансовой элиты. А необычные послания – это не что иное, как 10 заповедей нового мирового порядка, к которому они так упорно стремятся. Известный английский писатель, автор теории заговора нового времени Дэви Тайк относительно недавно потряс общественность очередной сенсационной статьей. В ней говорится о том, что любое онкологическое заболевание легко излечимо. А то, что от рака ежегодно умирает почти 9 миллионов человек – это реализация плана мирового правительства по сокращению численности населения планеты. Наш мир обречен, и его ждет печальный удел в том случае, если человечество будет и дальше продолжать бездействовать. Итак, в руки Дэви Дайка попали секретные документы более чем 40-летней давности. Оказывается, еще в 1969 году в центре Рокфеллера на закрытой конференции врачей, особо приближенных к элите, был сделан секретный доклад. Вот небольшая выдержка из него. Мы сейчас можем вылечить любой вид рака. Но мы не должны разглашать эту информацию без соответствующего разрешения. К тому же массовая смертность от онкологии или других болезней замедлит темпы роста населения. Я получил эту информацию от хорошо осведомленных людей, которые работают в правительстве, разведывательных службах, которые являются частью этой системы. Эти люди в курсе всего происходящего, но не согласны с существующим порядком вещей. Сегодня Всемирная организация здравоохранения планирует, что к 2030 году смертность от рака значительно вырастет. От 9 до 12 миллионов человек в год. Вдумайтесь, разве не является по меньшей мере странным то, что организация, призванная бороться с болезнями, и призванная искать новые решения, вместо этого планирует смертность. То есть с высокой трибуны нам как бы заявляют, что с онкологическими заболеваниями медицина бороться не собирается. Фармацевтический бизнес не ставит перед собой цель излечить рак. Зачем излечивать болезнь, если можно получить деньги на борьбу с симптомами? При этом совсем не обязательно рассказывать доверчивым пациентам, что яды химиотерапии убивают как раковые, так и здоровые клетки. И в результате самого человека. Тут еще, конечно, этот вопрос, когда фармакологическим компаниям им выгодно не вылечивать, а лечить, да? Это давно известно. И даже есть такой анекдот, вы знаете, наверное, когда там сын пришел к отцу и сказал ему, папа этого больного вылечил за три дня. Он говорит, врачок, я его лечил. Пока я его лечил, я тебе дом построил, я машину купил, я там дота сделал, а ты его за три дня вылечил. То есть, понимаете, это же не просто так, эти анекдоты существуют. И это действительно так, к сожалению. Писатель Дэвид Айк утверждает, что дело не только в деньгах и прибыли. По его словам, мировая элита ведет целенаправленную политику по сокращению населения. Проще говоря, политику геноцида. Поэтому возрастающая смертность, в том числе и от болезней, имеет плановые показатели. А если же какой-нибудь врач вдруг откроет способ лечения рака, то он сразу же попадет под обстрел чиновников от медицины и представителей властей. Один из тех, кто открыто пошел против системы. Итальянский врач-онколог Тулио Симончини. Я думаю, что уже пора начинать общественное движение против существующих методов лечения. Официальная онкология умерла. На уровне философии и науки нельзя продолжать исследования, которые длятся более ста лет. Это уже не наука, а интеллектуальное мошенничество. Идея о ненормальном делении клетки – это ложная идея. Рак – это не генетическое заболевание. Тулио Симончини утверждает, что традиционное объяснение природы рака совершенно неправильное. Его исследования показали, что рак – это грибковое заболевание. То есть раковые опухоли вызываются одним из видов плесени. Еще в юности, исследуя мир насекомых, Тулио Симончини был потрясен способностью тропической плесени поражать муравьев. Проникая в голову муравья, грибы плесени убивают его, а затем начинают движение наружу. Из головы мертвого муравья вырастает паразит в виде длинного стебелька, который разбрасывает вокруг себя споры грибов и инфицирует других муравьев. А вот опасность для людей, по словам Тулио Симончини, исходит от другого вида плесени – грибка кандиды, известного как возбудителя молочницы. Этот грибок живет даже в организме здоровых людей. Сильный иммунитет держит кандиду под контролем. Но если организм ослаблен, грибок вызывает злокачественную опухоль. У каждого живого существа есть гриб-паразит. У растений и насекомых есть свой гриб-киллер. И в организме человека то, что принимают за рак, порождают именно грибы-паразиты. Феномен грибка кандиды заключается в том, что его очень трудно убить существующими сегодня противогрибковыми препаратами. Кандида быстро мутирует, приспосабливается к лекарствам и даже начинает ими питаться. Но опытным путем выяснилось, что грибки почему-то не выживают в среде бикарбоната натрия. То есть раствор обычной пищевой соды их убивает. Я хочу показать вам, насколько сильно действие бикарбоната. Мне позвонил один турецкий политик, попросил помощи. Смотрите, дата 6 декабря 2010 года на первой фотографии. Сначала ко мне отнеслись скептически, но потом это отношение поменялось. Видите, фотография от 7 декабря. Разница в один день. Смотрите, насколько уменьшилась опухоль. По его словам, нередко для победы над болезнью достаточно одного сеанса промывания опухоли раствором пищевой соды. При тяжелых стадиях обычно хватает 4 сеансов. Среди первых пациентов у меня был 11-летний мальчик с опухолью мозга. Он был в коме. И через несколько часов после применения бикарбоната натрия мальчик проснулся. Окрыленный успехом в лечении мальчика и других пациентов, Симончини представил свои данные итальянскому министерству здравоохранения, надеясь, что они начнут клинические исследования и проверят, как работает метод. Но вместо проверки в средствах массовой информации была организована травля. А затем синьора Симончини на 3 года посадили в тюрьму за то, что он якобы убивал пациентов. И это в то время, когда 9 миллионов человек ежегодно умирают мучительной смертью от проверенных методов традиционной медицины. К счастью, Тулио Симончини не удалось запугать. Выйдя на свободу, он снова стал продолжать исследования и пытаться излечить безнадежных больных. Итальянского врача уже не удивляет, что ни Минздрав, ни Всемирная организация здравоохранения не дают разрешения на клинические испытания его метода. Он считает, что всех врачей, ищущих альтернативу смертельно опасной, по его словам, химиотерапии, обязательно лишат лицензий и сделают изгоями. Я думаю, что пока есть Всемирный спрут, который управляет мировыми процессами, этот метод на официальном уровне не признают. Несмотря на столетние исследования, рак остается неразгаданным, потому что у кого-то есть потребность убивать людей.